Подполковник запаса Олег Петров в 1989 году принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Прошло столько лет, а воспоминания о тех временах до сих пор в памяти. Единственный страшный объект, на который я попал, это было захоронение боевой техники в 86-м, который 4-й блок разбирали там все. Их отдельно поселили на поляне, и мы случайно туда попали. И, честно говоря, ребята говорят, пойдем сфотографируемся. Я понял, что это страшно, когда мы подходим к вертолету, а у меня волосы дыбом встают от излучения. Много было печального, потому что, когда ехали на территорию, абсолютно не знали, что ждет, какие беды, какие подводные камни судьбы. Это сегодня, может, научные изыскания, какие-то обследования, какие-то доклады, ученые работают. А в то время ничего не было. Мы приехали, палатка, бочка с водой, столовая, и машины, на которых мы каждый день мотались в зону. В деревне, на объекты, убирать, технику лечить, ну и так далее, и так далее. Территория, на которой жили, это кусок леса, где вырубили деревья, поставили палатки и проложили дорожки. Вот это незнание ситуации, что нас ждет, очень многих ребят погубило, потому что очень много было радиационных объектов, а мы не знали. Мы просто не знали, туда лезли, не зная, что получаем дикие степени облучения. Страх возник потом, когда столкнулись со смертью своих товарищей. Страх появился, когда начали болеть. Страх появился, когда действительно сам начал чувствовать на себе. Я глаза испортил, у меня зрение сразу упало, вот через какое-то время, пока я был там. По поведению ребят, которые там служили, видно было, что какие-то изменения происходят, у какой-то реакции организма непонятные происходят, потому что ни врачи подсказать не могли и так далее. Что же помогало этим людям в нелегкие времена? Ответ прост и в то же время сложен. Вера всегда спасает человека. И в радости, и в горе. Главное верить в себя, в людей, возможности, которые перед тобой открываются.